МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в нашей программе мы поговорим на две очень важные темы для населения. Первая – это как правильно выбрать управляющую компанию, стоит ли сразу менять управляющую компанию, предложенную застройщиком, и каковы признаки идеальной управляющей организации. И вторая тема – это капитальный ремонт. Куда идут взносы, как узнать, когда будет проводиться ремонт по программе капитального ремонта именно на вашем доме. Подробнее на эти вопросы сегодня ответит мой гость в студии Виктор Иванович Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Виктор Иванович! Здравствуйте! Ну что же, давайте, мы заявили сегодня две темы в нашей программе. Так начнем с первой. Зачем многоквартирному дому так нужна управляющая компания, Виктор Иванович? Ну, смотрите, многоквартирный дом, тем более современный, это сложное, будем так говорить, сооружение, которым используются достаточно высокотехнологические перспективы или какие-то инструменты, приборы и оборудование, которые нужно обслуживать. Значит, обслуживать это общее имущество может только специализированная управляющая компания. То есть это управляющая компания, либо ТСЖ, ТСН. Так. Почему, еще раз говорю, нужно выбирать управляющую компанию, либо создавать ТСН? У нас существует два способа управления, вернее, три способа управления многоквартирным домом. Это управляющая компания, как мы начали говорить, ТСН, ТСЖ. И третий, непосредственный способ. Но непосредственный способ, он применяется для тех домов, где менее 30 квартир. То есть это небольшие дома, там, в принципе, не так сложно, и поэтому сами собственники могут управлять этим домом, но в любом случае для обслуживания общего имущества они все равно выбирают обслуживающую компанию. То есть здесь вот разница есть, здесь управляющая компания в наших многоквартирных домах, а вот до 30 квартир, при непосредственном способе, это обслуживающая компания, которой не требуется лицензии, но там работать должны также специалисты. Ну хорошо, на доме, предположим, есть управляющая компания, и жители ей довольны, и слава богу. Но ведь есть и другая сторона медали, когда жители недовольны своей управляющей компанией. Так вот, какие критерии нужно обязательно учитывать, Виктор Иванович, при выборе управляющей компанией? Значит, давайте определимся, дом новостройка, либо дом уже сдан в эксплуатацию, давно, и обслуживается, управляется другой управляющей компанией. Вот ближе, наверное, второй вариант, да, когда именно вопрос здесь стоит о смене управляющей компании, конечно. Почему? Потому что если дом новостройка, то после ввода в эксплуатацию орган местного самоуправления обязан провести конкурс и назначить управляющую компанию. И эта управляющая компания будет работать в течение года, и через год только собственники могут принять решение о смене этой управляющей компании. Если это обычный дом, который сейчас вот находится, сдан в эксплуатацию в 60-70-х годах, и люди недовольны управляющей компанией, что им делать? Первое, что они должны сделать, они должны создать инициативную группу. Почему? Потому что этим собственникам дома необходимо провести общее собрание собственников, для того, чтобы выбрать новую управляющую компанию. Выбор этой управляющей компании, как я сказал, проходит на общем собрании собственников. Необходимый кворум для проведения общего собрания 50 плюс 1 голос, это, допустим, квадратные метры общей площадь дома, ну, образно будем говорить, 10 тысяч квадратных метров, да? Так вот, 5 тысяч 1 голос должен принять участие в этом общем собрании, тогда оно считается легитимным. И вот от этих 5 тысяч 1 голоса должно проголосовать более 50% также за выбор новой управляющей компании. Вот сейчас, кстати, ведется изменение, вносится изменение в жилищный кодекс, пока нет его, но оно будет внесено, что принятие решения о смене управляющей компании будет осуществляться 50 плюс 1 голос от общего количества собственников. Это сегодня у нас получается, вот как мы говорили, это 1 четвертая собственников может принять решение и сменить управляющую компанию. Может быть, поэтому у нас такие частые смены управляющих компаний и такие легкие, как мы говорим, подделка протоколов и прочее, прочее. Вот тогда, когда будет определено, что более 50% от всех собственников дома должны проголосовать за новую управляющую компанию, тогда уже будет достаточно тяжело провести такое собрание. Так вот, мы сказали создать инициативную группу. Может быть, она уже создана на доме, да, Виктор Иванович? Тем более, если есть, это хорошо. Должны быть представители от каждого подъезда. Почему? Потому что подготовка к общему собранию как раз требует того, чтобы был специалист, был свой человек в каждом подъезде, который мог разнести листы регистрации, листы голосования, собрать их и подвести итоги потом. Это вот первое, с чего надо начинать. Без этого никакой смены управляющей компании, конечно, вы не решите. Виктор Иванович, но ведь еще и понять, что компания управляющая работает недобросовестно, тоже надо суметь. Ну, к примеру, жители живут и живут вовремя, платят коммунальные услуги и не вникают в настоящие проблемы дома. Но есть инициативные жители, которые об этом знают. Я к тому, что эта работа очень кропотливая и провести ее необходимо. Так вот, важность смены управляющей компании для самих жителей и работы добросовестной компании – это, наверное, два термина, которые неразрывно связаны друг с другом. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Смена управляющей компании – это крайняя мера. Почему? Потому что если работает управляющая компания, вы всем довольны, то нет смысла, конечно, ее менять. Если есть кто-то отдельный недовольный, да, они могут баламутить остальных, но это, в принципе, не так чувствительно. Но, как правило, есть в каждом доме, не может быть всех довольных жителей. Но очень важное замечание относительно того же Совета многоквартирного дома. Председатель Совета дома и сам Совет дома. Вот если они правильно выстраивают отношения с управляющей компанией, то, в принципе, можно решать все вопросы. И управляющая компания пойдет навстречу пожеланиям Совета дома, если это действительно в интересах всех жителей. И если мы скажем, что, уважаемая управляющая компания, если вы не хотите работать открыто, не хотите нам решать вопросы, которые мы ставим, да, то мы будем вынуждены поставить вопрос принципиально сменить управляющую компанию. Это, я скажу, действует значительно. Ну, есть и, конечно, очень много положительных примеров. Мы недаром с вами заговорили еще и о новостройках, а сейчас у нас в городе очень много высотных домов, где проживают более полутора тысяч жителей, да, только в одном подъезде. И управлять, конечно, таким домом очень сложно. Виктор Иванович, ну вот на что нужно обратить внимание, когда выбирается обслуживающая организация вот на таких высотных, очень много многоквартирных домов? Да, это должна быть организация, в которой есть хорошие специалисты. Почему? Потому что там, как правило, крышная, котельная, там, как правило, система пожаротушения, дымоудаления, достаточно сложные системы. И прежде чем выбирать управляющую компанию, нужно определить первое, что нужно посмотреть, есть ли у них лицензия. Это можно посмотреть на сайте государственной жилищной инспекции, это можно посмотреть в системе ГИС ЖКХ. Дальше. Посмотреть относительно того, какое количество домов уже управляется этой компанией. Зайти на сайт, посмотреть отзывы жителей. Лучше, конечно, встретиться с председателем совета дома одного из домов, где работает эта управляющая компания, поговорить с ним. Это реальная будет, реальная оценка деятельности этой управляющей компании. Дальше посмотрите. На сайте государственной жилищной инспекции есть рейтинг деятельности управляющей компанией за предыдущий год. Вы можете посмотреть, на каком месте она стоит среди всех управляющих компаний. На сайте общественной палаты Самарской области есть тоже рейтинг, но там называется оценка собственниками управляющей компании. То есть, сами собственники давали ей оценку по пятибалльной системе от нуля до пятерки. Там, я скажу, достаточно серьезная информация, которой можно прислужиться и определить, и дальше определяться уже, что мы хотим дальше. Желательно, конечно, посмотреть, как работает эта управляющая компания на тех домах, как я уже сказал, чисто внешне, визуально. Убирается ли дворники работают, чисто ли во дворах, как реагирует аварийно-диспетчерская служба. То есть, вот эти вот моменты, они обычные вроде бы, но тем не менее, из них как раз складывается вся вот эта вот оценка этой управляющей компании. Общий рейтинг. Ну что же, в большинстве случаев перед собственниками многоквартирного дома встает проблема обеспечения контроля за деятельностью компании, привлеченной для содержания и управления их общим имуществом. В этих целях жильцы зачастую назначают так называемого старшего по дому. Активные жители, которые участвуют в жизни своего дома, это несомненный плюс. И для улучшения содержания дома нужен совет дома. Пример качественного управления домом в нашем следующем сюжете. Многоквартирный 27-этажный жилой дом по улице Краснодонская, 10, построен и введен в эксплуатацию в 2017 году и находится в управлении жилищного кооператива. Проживает здесь полторы тысячи жителей. Жители все сплоченные, дружные, живем коллективно. Есть общий интерес, общие взгляды. Проводим различные массовые мероприятия. То масленицу, такой праздник, Новый год, детские праздники. Председатель жилищного кооператива говорит, что очень многое зависит от старших по домам. В этом доме активные жители. Им не безразлично, что происходит, всегда находят взаимопонимание. Когда жильцы определяют, что нужно отремонтировать в первую очередь, они всегда советуются. В нашем доме были сделаны и конструкции подъездов. Были инициированы жителями, так как были входные группы маленькие от застройщика. Переговоры вели несколько месяцев, застройщик услышал нас. И нам сделали полноценную новую входную группу без вложения от жителей ни рубля. Сами жители работы мастеров довольны на 100%. Они постарались на совесть. Сделали все качественно и оперативно. Выложили напольную плитку, покрасили в яркие цветостены, установили новые тамбурные двери и почтовые ящики. И светильники в холле стало уютнее и просторнее. По-моему, сделали достаточно хорошо. Здесь полы были очень скользкие, полностью все заменили. Стены заменились, стало просторно. Красота. В общем-то, мне нравится. Безусловно, управлять таким домом непросто. По словам управляющей домом Ольги Каштановой, Главное в работе любой обслуживающей компании – наличие команды и ее способность совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Образцовой компанию делают люди, которые в ней работают. Это и есть главный источник успеха. Мы-то контактируем не с квадратными метрами, не, собственно, с квартирами, а именно с жителями. И от них идет уже и сходит и общение, и пожелания. У нас в обслуживающей компании есть аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. И, пожалуйста, каждый житель, если у него там возникает какая-то аварийная ситуация, там засор, протечка, залитие, вот, он звонит в эту аварийно-диспетчерскую службу, приходит дежурный слесарь или электрик, кому нужно, или, допустим, с пожарной автоматикой какие-то вопросы. Все службы работают и взаимодействуют своевременно. Ну, имея, естественно, днем и ночью звонки, круглосуточно. Сейчас жители выступили с инициативой установить на входных группах умные домофоны. По их словам, это дополнительный уровень безопасности, в том числе и сохранность общедомового имущества. Виктор Иванович, еще один вопрос к нашей заявленной первой теме. Скажите, как правильно, грамотно составить договор с управляющей компанией, и, конечно, на что нужно обратить внимание? Значит, относительно договора. Договор является основным документом в взаимоотношениях между собственниками и управляющей компанией. Значит, мы подготовили модельный договор. На сайте Государственной жилищной инспекции, в разделе «Документы» можно найти модельный договор. Мы его готовили с депутатами Губернской думы, с Государственной жилищной инспекцией, общественная палата и ЖКГ «Контроль». Мы готовили этот договор, и на сегодня, я скажу, он действующий, он полностью отражает все чаяния собственников, все требования к управляющей компании. Почему? Потому что там надо прописать все. Достаточно того, что я скажу, что в этом договоре есть раздел. Я сам лично его готовил. взаимоотношения совета дома с управляющей компанией. То есть, вот у нас есть собственники все, а вот есть структура, которую выбрали собственники, чтобы представлять их интересы. Совет дома. Вот этот совет дома должен взаимодействовать с этой управляющей компанией. И там четко прописаны пункты, по каким пунктам совет дома взаимодействует с управляющей компанией. Что должна делать и представлять управляющая компания, что должен требовать совет дома. И я скажу, если взять за основу вот этот модельный договор, этого будет уже достаточно. Можно сказать, что он универсальный и применим к разным формам управления. Он применим, да, абсолютно ко всем способам управления, но, я скажу, каждый дом индивидуален. Можно, конечно, в этот договор что-то добавлять, что-то убирать с него. На то он и называется модельный договор. Он основа. Там все есть. Туда можно добавлять, можно отнимать. Спасибо, Виктор Иванович. Капремонт многоквартирного дома, мероприятие хлопотное. Многие моменты вызывают у собственников и нанимателей жилья вопросы и опасения. В продолжении нашей программы я попрошу эксперта разъяснить самые наболевшие из них. Виктор Иванович, переходим ко второй теме. Скажите, пожалуйста, как узнать, когда именно в вашем доме будет капремонт? Значит, есть сайт фонда капитального ремонта Самарской области. То есть у нас в области создана некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта». Чтобы было представление у всех, это государственная организация. Она называется некоммерческая, но она государственная. Учредителем фонда капитального ремонта является Самарская область. И Самарская область своим бюджетом отвечает по долгам этого фонда. Поэтому вот на сайте фонда капитального ремонта представлена региональная программа. Раздел есть для собственников, можно найти это все и посмотреть региональная программа. Там прописаны все 11 с лишним тысяч домов Самарской области, которые включены вот в эту региональную программу. Там определено вид работ, ну, адрес дома, вид работ и периоды выполнения этих работ. Это капитальный ремонт инженерных систем, капитальный ремонт кровли, фундамента, фасада. Что там еще у нас? Да, вот все, в принципе, да. Вот эти виды работ фонд капитального ремонта выполняет на основании вот этой программы. На каждый год составляется как краткосрочный план. То есть берется выжимка из этого документа, какие дома попадают под этот период, и уже формируется краткосрочный план работ по капитальному ремонту. То есть там же можно узнать и сроки проведения капремонта, и конкретные работы. По каждому дому написано адрес, капитальный ремонт крыши, допустим, 23-й, 25-й, капитальный ремонт фундамента, 32-й, 33-й и так далее, и так далее. То есть по каждому дому каждый вид работ и сроки, период выполнения этих работ. Котел. Значит, чтобы было понятно, кроме вот этой программы, есть способы формирования фонда капитального ремонта, я не могу не сказать об этом. Мы можем платить взносы вот в этот общий котел фонда капитального ремонта, а мы можем открыть специальный счет. То есть в программе мы будем наши дома, но деньги будут храниться у нас на специальном счете. Если это интересно, я могу более подробно рассказать, но суть в чем? В чем отличается вот общий котел от спецсчета? В общем котле мы платим деньги и ждем, когда придет срок, и нам будут делать работы. Мы никак не можем повлиять на эту работу, на этот цикл не можем повлиять. Потому что фонд капитального ремонта проводит торги, определяет подрядную организацию, заключает с ней договор, и эта подрядная организация приходит на дом и начинает ремонтировать. Мы, как собственники, можем только принимать участие в принятии этих работ. Да. Уполномоченное лицо от собственников, он обязательно входит в состав вот этой комиссии. Если мы формируем деньги на специальном счете, то мы в соответствии с этой программой можем сами определять подрядную организацию. И смотрите, если у нас, допустим, срок выполнения работ, ну кровля, тоже так же кровля, да, 32-33 год, да, значит мы до 33-го года должны отремонтировать кровлю. Но кто нам мешает начать это делать сегодня? Да, к примеру, раньше. Да. И мы сегодня можем начать это делать работы. Если фонд капитального ремонта связан с тем, что при выборе подрядной организации он пользуется предельными стоимостями, сколько он может выделить денег на выполнение работы, допустим, по капитальному ремонту кровли на один квадратный метр, то при спецсчете мы этим не ограничены. Ну хорошо, Виктор Иванович, но если вот у собственников эти средства собираются на спецсчет, как вы сказали, а кто тогда должен отчитываться перед собственниками за эти средства, за выполненные работы? Значит, когда принимается решение об открытии спецсчета, выбирается уполномоченное лицо от собственников. Счет открывает либо управляющая компания, либо ТСЖ, либо фонд капитального ремонта. То есть они, как юридические лица, открывают счет и отдают нам его. Но все работы по этому счету мы должны сами организовывать. Вот это уполномоченное лицо, это может быть председатель совета дома, это может быть любой из собственников, это может быть любой, допустим, представитель той же управляющей компании. Почему нет? Не определено этот статус. Поэтому вот это уполномоченное лицо как раз и должно отчитываться о том, какова собираемость взносов. И по спецсчету есть еще одно требование. Если собираемость взносов менее 50%, а смотрит за этим Государственная жилищная инспекция, Государственная жилищная инспекция выписывает предписание, что, уважаемые, у вас собираемость низкая, менее 50%. Просим вас привести это в порядок, даем 3 месяца. Если через 3 месяца мы этого не сделали, вот наш спецсчет закрывается и нас возвращает в общий котел. То есть нужно понимать, если открывается спецсчет, то нужно им грамотно пользоваться и вовремя его пополнять. Это серьезная ответственность, да. Ну что же, спасибо. Продолжаем программу. Вот что относится к капитальному ремонту инженерных сетей многоквартирного дома, а что к текущему? Замена стояков ХВС и ГВС капитальный это или текущий ремонт, и какие вообще работы относятся к этой категории? Будем выяснять на примере конкретного адреса проспект Металлургов, 84. Многоквартирный дом номер 84 по проспекту Металлургов построен в 1953 году, является объектом культурного наследия. До 2018 года на доме проводились работы только в рамках текущего ремонта. Жилой дом, что называется, в годах почти 70 лет без капитального ремонта. Старшая по дому Ольга Александровна говорит, что жители здесь с активной жизненной позиции проводят общедомовые собрания и сами решают, какие работы нужно проводить в первую очередь, а с какими можно подождать. Так вышло и с планами работ по капитальному ремонту. Фасадные работы по дому заменили на ремонт инженерных коммуникаций. Дошли подряд на организацию и процесс пошел. Сегодня старшие по дому сотрудники администрации Кировского района встретились с представителем подрядной организации, чтобы оценить промежуточный этап выполненных работ. Результатом остались довольны. Все говорят, что хорошие слова о том, что как проделаны работы. Ни у кого практически нареканий нет. Есть даже мелкие какие-то нарекания, они автоматически подрядной организации выполняются. Пока запланированные работы в рамках капитального ремонта, а именно ремонт инженерных коммуникаций, замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения выполнены. Как только завершится отопительный сезон, подрядчик фонда капитального ремонта приступит и к работам по ремонту сетей теплоснабжения. К лету, может быть, к началу осени уже полностью работы по инженерным системам будут завершены. И поскольку в Сталинской застройке здесь большие толстые кирпичные стены, здесь хорошее качество самой постройки и при должном уходе этот дом прослужит еще много-много лет. В 90-е годы большинство домов в Кировском районе не получили своевременного капитального ремонта и должного ухода. И поэтому жители осознают важность проведения капитального ремонта. Да и финансовые затраты крайне серьезные. Напомним, что жители оплачивают статью капитального ремонта с 2015 года. Другой вопрос, если на доме низкая собираемость платежей по этой статье тогда... Безусловно, жители должны понимать, что только своевременная и полная оплата всех коммунальных услуг и оплата за капитальный ремонт может привести к качественному и своевременному выполнению работ. По-другому в нашем мире не получится. Виктор Иванович, вот такой вот может быть частный вопрос. Если при капремонте дома требуется доступ в квартире. Ну вот частичная порча ремонта, скажем, начали долбить стены при замене труб. То скажите, пожалуйста, кто это должен компенсировать и должен ли, и как быть вот в такой ситуации, когда ремонт поврежден, а восстановить его необходимо? Ну давайте я сначала скажу, вот чем отличается текущий ремонт от капитального. Да, конечно. Вот те работы, которые выполняет любая организация, управляющая компанией, либо подрядная, если это менее 30% от всего объема, допустим, замена инженерных систем, вот менее 30% это текущий ремонт, более 30% это уже капитальный ремонт. Ну текущий выполняет управляющая компанией, капитальный, соответственно, фонд. Да, текущий управляющая, капитальная специализированная организация. Что касается насчет порчи, да, от имущества собственника при выполнении работ по капитальному ремонту. Здесь тоже надо иметь в виду один момент. Собственники, наниматели не имеют права заграждать общее имущество для того, чтобы управляющая организация, подрядная организация не имела к нему доступа. Как правило, стояки в квартире, да, их заделывают, ну, различными материалами, да, напрашивается вопрос, пришли представители подрядной организации менять стояки, что делать? Вот здесь собственник должен сам это все разбирать. Или отдает он подрядной организации, но те не гарантируют ему качество вот этой разборки. Почему? Потому что этого ограждения не должно быть. Другое дело, если когда меняют стояки, допустим, ну, между покрытиями, межпокрытие, вот пропускают эти стояки через панели где-то, да, вот там они разбили что-то, вот здесь они должны заделывать все. Они должны работать аккуратно и все это заделывать. Но если мы закрыли доступ ко всему имуществу дома, то тогда отвечаем мы сами. И еще, пожалуй, последний вопрос в нашей программе я успею задать, но он очень тоже важный. Виктор Иванович, выбор подрядчика. Ведь то, от чего зависит качество выполненных работ, зависит и дальнейшая комфортная жизнь жителей в том или ином доме. При спецсчете подрядчика можно выбрать самостоятельно. Если нет, то тогда подрядчика определяет фонд капитального ремонта. Фонд капитального ремонта, да. Как вот найти здесь вот эту тонкую грань, Виктор Иванович, и правильно выбрать подрядчик? Но, к сожалению, собственники здесь бессильны. Почему? Потому что фонд капитального ремонта проводит торги. И та организация, которая выигрывает, с ней заключается договор. Ну, я скажу так. Сейчас вот фонд капитального ремонта все-таки принимает решение относительно недобросовестных подрядных организаций. А раньше их запрещали, но не давали возможность внести их в черный реестр. То есть недобросовестные подрядные организации. Сейчас этот процесс пошел. То есть недобросовестные подрядные организации, если она где-то показала себя нехорошо, ее вносят в черный реестр, так называемый, да, там, где недобросовестные организации, и она больше на этот рынок не войдет. Будем надеяться только на фонд капитального ремонта, как они контролируют. Но здесь, я думаю... Но потом же приемку работ никто не отменял, верно? Да, естественно, естественно. Почему? Потому что здесь вот самое важное будет приемка. А как принимают? И кто принимает? А принимают эти работы должны представители фонда капитального ремонта, орган местного самоуправления принимает участие в этом. Дальше. Собственники, сама подрядная организация и представители общественных советов, которые есть на территории ТОС или управляющими к районам, их тоже включают вот в эту комиссию. И я скажу так, вот у нас есть брошюра даже, мы подготовили брошюру, как правильно осуществлять приемку работ по капитальному ремонту, где написали. Ну, на что обратить внимание, допустим, при приемке кровли, при инженере. То есть подробные инструкции есть? Совершенно верно. Поэтому, если что-то, мы готовы это все предоставить. У нас много таких материалов. Заходите на сайт квалификационного центра ЖКХ энергетики Самарской области. Там есть эти брошюры, буклеты. Там есть видеосеминары, обучающие, в том числе и по капитальному ремонту. Ну и наша программа «Совет моего дома» также в помощь, конечно же, нашим уважаемым телезрителям. Я думаю, да. Ну что же, спасибо вам большое, Виктор Иванович. Это была программа «Совет моего дома». На студии был Виктор Иванович Савских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Надеемся, что ответы, которые озвучил эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать мы будем на них в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!